Всем привет! С вами Ольга Чернова. Наконец-то мы пережили последнюю морозную ночь в этом сезоне. И сегодня я хочу вам показать, как разрослись мои томаты в тоннеле, которые я высадила самые-самые-самые первые давно в апреле. Они, кстати, чувствуют себя лучше всего, потому что они успели укорениться, и мороз им не нанес вообще никакого ущерба. Видно, что они толстые, высокие, они так разрослись, что там дырку в конце тоннеля вообще почти не видно. Они уже стали такие высоченные и здоровенные. Вот они какие. Кстати, вот в этом первом тоннеле получилась самая здоровая и самая сильная рассада из всех трех, которые я высаживала позже, когда уже было теплее. Они выглядят немного поменьше, потому что, вероятно, они еще не успели нарастить сильную корневую систему, и тут пришел холод, и они немного как затормозились. А вот эти вот томаты, они все это время тут росли. Несмотря на то, что было минус 4, минус 5, сегодня была очень холодная ночь. Но у нас почти никакого ущерба не принесли заморозки. И замерзло несколько петрушей, петрушей огородник, которые высажены в открытом грунте. Отдельно я их и пакетами укрывала, и банками, все равно они замерзли. В тоннелях вся рассада целая. И я ее с завтрашнего дня начну помаленьку по очереди открывать. Их всего у меня 3 грянки. Вот буду открывать по одной, и потом уже вам покажу в открытом виде. Ну и так хорошо видно, что рассада даже не тронута заморозком. Хотя здесь никакого подогрева, никакого дополнительного, ни свечения, ни обогреватель. Все было просто закапано, подкопано, землей присыпано в пленках. Все, перезимовали, все хорошо. Вот заканчивается вот эта тема у меня. Как получить здоровую, крепкую рассаду без теплицы в открытом грунте. Я сеяла ее дома, потом сюда распикировала. Про эту рассаду у меня есть несколько видео. Кто смотрел с самого начала и следил за мной, тот знает. Когда я садила, еще было холодно. Пережили 2 заморозка по минус 4 без дополнительных обогревов. Сейчас она вот в таком виде. Кто только добавился к нам недавно, можете все эти видео посмотреть у меня на странице в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бис, Колтайский край. Вот так можно рассаду выращивать даже в сибирских регионах, в любых холодных регионах. Я вам просто показала принцип выращивания. У меня она посажена здесь загущена, потому что я говорила, что эту рассаду я выращиваю на заказ для фермерского хозяйства. Также можно выращивать свою. Я раньше так делала, высаживала в апреле под двойную пленку, прикапывала. И до самого июня она у меня была вот в таком тоннеле. Потом я просто снимаю укрытие. Она уже цветущая и начинает плодоносить. Это очень удобный способ. Конечно, есть доля риска, когда минус 7, минус 8 может не выдержать. Но такие морозы у нас бывают редко. Минус 4, минус 5 эта рассада выдерживает легко. Ну, конечно, каждый год я боюсь. И в этот раз я боялась. Хотя знаю, что она выживет. Все будет прекрасно. Каждый раз ночью волнуюсь, когда заморозки. Тревожусь. Но она всегда меня радует. Ни разу еще рассада вот в таком тоннеле у меня не замерзала. Все. Удачи вам. Надеюсь, что нынче не у всех замерзнет рассада. И будет мало у нас ущерба. Смотрите. Дальше буду описывать все сорта, которые я высаживаю у себя в огороде. И в рассаде, и в спелом виде плодов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok